Что вы снова нашли время? Как дела? Очень приятно. Я тоже очень хорошо себя чувствую. Скотт, вы знаете, мы всегда сразу переходим к первому вопросу. Хорошо. Широко обсуждаемой темой в немецких СМИ того времени является возможная предстоящая поставка крылатых ракет «Таурус» в Украину. Украина настаивает на том, что ей абсолютно необходимы эти крылатые ракеты, и в СМИ это почти стилизовано под чудо-оружие. Как вы оцениваете Тельца? Какую военную пользу он может принести Украине? И действительно ли это чудо-оружие? Ну, нет такой вещи, как чудо-оружие. Война — это очень сложная реальность. Для этого требуется общевойсковой подход, при котором оружие работает совместно с другим оружием, чтобы создать кульминационный эффект. Такое оружие, как Телец Сэнна, оно позволяет наносить точные удары глубоко в тыл врага, угрожая тыловому обеспечению, командованию и контролю, наращиванию войск, линиям связи, вещам, такого характера. Так вот, и это определенно то, чего украинцам, вы знаете, не хватает на данном этапе. У них есть аналогичная система вооружения, скальп или штормовая тень, они использовали французские и британские крылатые ракеты воздушного базирования. Но, несмотря на некоторый успех, русские смогли адаптировать свою оперативную методологию и свою оборону, чтобы справиться со скальпом штормовой тени. И это было бы в случае с немецким Торос. Это не чудо-оружие. Это не чудо-оружие. Это оружие. И это оружие, которое существует уже несколько лет. Русские знакомы с ним. И если бы это было использовано, то без сомнения был бы некоторый тактический успех, уничтожение некоторых российских целей, убийство некоторых российских солдат. Это не оказало бы никакого влияния на поле боя. Как мы говорим, Украина бросает в бой свои последние стратегические резервы и на верхнем фронте, это означает, что они исчерпали свои основные ударные силы. Они теряют последнюю надежду. Им еще предстоит достичь первой оборонительной линии русских, и эти резервы не изменят реальности на поле боя, равно как и введение туристической системы. Что может случиться так, это то, что привлекая туристов, немцы действительно могут спровоцировать ответные меры России. Русские, думаю, вашей аудитории нужно напомнить, что они не находятся в состоянии войны с Украиной. Я знаю, что некоторые люди подумают, что это нелепая концепция, учитывая уровень насилия, который имеет место сегодня. Но война — это совершенно другая вещь, чем то, что переживает сегодня украинский народ. Если вы поедете в Киев, там будут вечеринки. Люди ходят в рестораны, танцуют, люди ходят по улицам. Если бы Украина находилась в состоянии войны, ничего из этого не происходило бы. Киев был бы разрушен, это был бы выпотрошенный город, о котором стоит только подумать, грозный в 2002. Это будущее Киева. Это будущее Левого. Это будущее каждого украинского города, если они захотят войны с Россией. И если Германия предоставит Украине туристическую ракету, Германия могла бы помочь спровоцировать Россию на войну против Украины. И это должно быть то, чего никто не хочет. Федеральное правительство, по-видимому, обеспокоено тем, что крылатые ракеты «Таурус» могут быть использованы для нанесения ударов по российской глубинке, даже несмотря на то, что украинское правительство категорически против этого. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, напротив, предупредил, что немецкие ракеты могут поразить Россию. Поэтому в программном обеспечении крылатых ракет должна быть запрограммирована вилка ограничения дальности, которая затем будет нацелена только на цели в пределах Украины. Как вы оцениваете эту меру? Ее легко обойти. Я не могу не задаться вопросом, насколько глупы немецкие политики, глупы немецкие чиновники. Глупая концепция. Украина получит оружие. Украина будет использовать это оружие так, как Украина сочтет нужным. Разве Германия не понимает, что Украина уже нарушила все так называемые красные линии, которые были установлены в отношении предоставления военной помощи? Америка ввела аналогичные ограничения в отношении этого оборудования, и все же украинские войска, оснащенные американскими хаммерами, стрелковым оружием, тактическим оружием, нарушили российское, вы знаете, территорие, перейдя на рулонный материал. Украина напала на Крымский мост. Если Германия предоставит Украине туристические ракеты, Украина отменит любые немецкие ограничения, наложенные на нее, и будет использовать это оружие так, как считает нужным Украина. В настоящее время Украина направляет беспилотники против Москвы и других российских городов. И я могу гарантировать вам, что если Германия предоставит туристическую ракету Украине, Украина будет использовать туристическую ракету против целей внутри России. Теперь мы возвращаемся к тому, что я обсуждал ранее. Действительно ли Германия хочет, чтобы Россия начала войну против Украины? Похоже, что именно в этом направлении Германия продвигает этот конфликт. И если это так, и немецкая общественность должна понимать, что когда они просыпаются и видят Киевский переулок в руинах, это их вина и никто другой. Может быть, вы могли бы подробнее рассказать об этом, Скотт? Что планы тельца говорят о позиции федерального правительства? Германия понятия не имеет, в чем заключается конфликт. Это игра для Германии. Это устройство, используемое для того, чтобы убедить себя в том, что они что-то делают, чтобы помочь Украине. Если бы Германия была ответственна, они бы проснулись и поняли, что Украина проиграла в этом конфликте. Этот конфликт был проигран давным-давно. И если Германию вообще волнует украинский народ, то украинские солдаты, вовлеченные в этот конфликт, который уже стоил Украине более 400 с лишним жизней, сказал он, солдаты убиты, десятки тысяч мирных жителей убиты. Десятки миллионов мирных жителей перемещены, триллион долларов плюс разрушенная украинская инфраструктура. Это вина Германии. Кстати, это была Ангела Меркель, которая не стала бы создавать миф о Минских соглашениях. Я должен напоминать немецкой общественности об этом при каждом удобном случае. Это был канцлер Германии, который создал ложные условия, никогда не добиваясь мира, всегда добиваясь войны. Но у вас сейчас война Германия, и это война, которая дорого обходится Украине. Что теперь? Вы собираетесь почувствовать себя хорошо и сказать, что мы делаем что-то, чтобы помочь украинцам, дав им еще одно чудо-оружие. Вы подарили им танк Леопард. Как это получилось? Вы подарили им боевую машину мученик. Как это получилось? Нет ни одной немецкой военной технологии, которая могла бы изменить исход на этом поле боя. Все они придут к аналогичному выводу. Больше убитых украинцев, больше разрушенной украинской инфраструктуры. Германия должна прекратить эту чушь, начав процесс деэскалации. И это означает, что не отправляйте самую плохую ракету в Украину. Если немецкий народ чего-либо стоит, если они утверждают, что обладают моральным сознанием, они должны возражать против отправки туристической ракеты в Украину. Давайте пока не будем касаться темы войны на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу на Международной конференции по безопасности в Москве подчеркнул, что вторжение России в Украину положило конец глобальному военному доминированию Запада. Это также проявляется в неэффективности западного оружия и стратегии НАТО. Как вы оцениваете эти заявления? Прав ли Шойгу в том, что военное господство Запада было сломлено? Ну, во-первых, я возьму. Я не думаю, что Шойгу использовал термин «российское вторжение в Украину». Мы называем это специальной военной операцией. Поэтому я не хочу, чтобы меня воспринимали как вкладывающего слова в уста Шойгу. Но я думаю, что он говорит о том, что конфликт, продолжающийся конфликт на Украине, означал конец военного доминирования Запада. До этого, я думаю, большинство военных аналитиков по всему миру сказали бы, что хотя у России были мощные вооруженные силы, это были военные номер два в мире. За этим стоит мир Соединенных Штатов и НАТО как конгломерата. Больше никаких. Россия сегодня является военным номер один в мире. Российские военные продемонстрировали, что у них есть оперативные и технологические возможности, чтобы победить все и вся. Что Соединенные Штаты и НАТО могут предпринять для решения этой проблемы, сказал он. Сэр, российские военные продемонстрировали, что у них есть оперативный и технологический потенциал, чтобы победить все и вся. Что Соединенные Штаты и НАТО могут предпринять для решения этой проблемы? Соединенные Штаты и НАТО использовали украинский конфликт как прокси-конфликт, чтобы попытаться нанести ущерб России, и это привело к обратным результатам. Победа России, которая продолжается на Украине, показывает, что Соединенные Штаты и НАТО бумажные тигры. Я думаю, что Германия в частности показала, что она является страной, почти полностью лишенной чего-либо напоминающего военную компетентность. Будь то технологии, технологически обусловленные или оперативные. Кстати, именно немецкие инструкторы на заводе в Графенворе с помощью немецкой компьютерной программы помогли спроектировать нынешнюю украинскую военную базу. Контрнаступление с треском провалилось. Это говорит не только об отсутствии способностей украинцев, но и об отсутствии воображения и способностей у немецких и натовских инструкторов. В наших последних двух интервью мы много говорили о перевороте в Лиге. Вы убедительно предупредили о последствиях войны там. Несмотря на энергичные выкрики Запада и Эковос, военное вмешательство до сих пор не произошло. В чем причина? Эковос все еще собирает свои силы. Разве она еще не получила разрешение от Вашингтона? Или угроза войны снята и дипломатии разрешено противоречить? Я думаю, что реальность возвращается домой. Прежде всего, я думаю, что Эковос, особенно Нигерия, верил, что просто угрожая военной силой, нигерийская хунта совершит переворот. Это не тот случай. Нигеру сказали его соседи Моли и Буркино-Фасо, в частности, что любые военные действия против Нигера были бы неприемлемы, сказал он. Рассматривается как война против них. Так что Нигер становится сильнее и с помощью этих двух стран. Россия, прямо или косвенно через частную военную кампанию Вагнер, начала переговоры с Нигером о предоставлении Нигеру военной помощи. Нигер намного сильнее, чем многие думали. Нигер не отступил, и было показано, что Эковос снова стал еще одним бумажным тигром, поддерживаемым Западом. У Эковос нет военного потенциала для вторжения в Нигер прямо сейчас, ни с чем, что напоминало бы жизнеспособную военную силу, ориентированную на наступление. Сейчас мы видим, что многие страны в Эковос, включая Нигерию, говорят о подготовке своих сил к началу процесса обучения, чтобы они могли достичь этой оперативной цели. Уровень. Я не думаю, что Эковос планировала идти одна. На раннем этапе существовало некоторое убеждение, что Франция была бы частью любого военного вторжения Эковос. Франция бросила на это холодный взгляд, указывая, что, похоже, не готовятся уйти из Нигера, а не посылать подкрепления и вмешиваться военным путем. И поэтому это бряцание оружием оказалось всего лишь брицанием оружием. Сказал он, сэр, и это бряцание оружием оказалось именно таким брицанием оружием. И, наконец, ничего из этого не произойдет без согласия Соединенных Штатов. И я думаю, что Соединенные Штаты понимают, что если они начнут вооруженный конфликт в Нигере, если они разрешат военное вмешательство Эковос, это будет катастрофой для Соединенных Штатов, и такой катастрофой, которую они не смогут предотвратить. Допускаю, что он потеряет свою базу в Нигере. А база в Нигере — это последний оставшийся бастион американской военной мощи в Западной Африке. И это было бы концом американских усилий по борьбе с исламским терроризмом Аль-Каидой и Гил-Сахеля. Сказал он, сэр, и это положило бы конец американским усилиям по борьбе с исламским терроризмом Аль-Каидой и Гил-Сахеля. Соединенные Штаты надеются сохранить доступ к двум военным базам, которые они в настоящее время имеют в Нигере, к базе 101, за пределами столицы Майами. А затем еще одна база 102, новый объект стоимостью 110 миллионов долларов, построенный в центре Нигера. Прямо сейчас, во-первых, там находятся американские войска, включая вооруженные беспилотники и другие самолеты наблюдения, которые необходимы для контртеррористической стратегии Америки в Африке. И потеря доступа к этим базам была бы фатальной для этих усилий. Поэтому Соединенные Штаты, я думаю, признают, что Пунта остается там. И прямо сейчас они отчаянно ищут дипломатический выход, который позволил бы продолжить американское присутствие в Нигере, сказал он. Я думаю, что Соединенные Штаты признают, что Пунта здесь, чтобы остаться сэр. И прямо сейчас они отчаянно ищут дипломатический выход, который позволил бы продолжить американское присутствие в Нигере. Но им также мешает тот факт, что американский закон запрещает Соединенным Штатам оказывать военную и иностранную помощь стране, которая подверглась такого рода перевороту хунты. Отстранить от власти конституционно избранных лидеров. Но здесь есть одна единственная оговорка. Только в мае этого года Конгресс Соединенных Штатов принял поправку к этому закону, которая позволяет госсекретарю добиваться отказа от этого в интересах национальной безопасности. И я могу почти гарантировать вам, что государственный секретарь будет просить об отказе от этого ограничения финансирования по восьмой части, которое позволяет Соединенным Штатам оставаться в Нигере, даже если произошел государственный переворот. Теперь даже Африканский Союз выступил против военного вмешательства в Нигер. Есть ли у него план политического урегулирования конфликта? Я не знаю, есть ли у них политический план. Я думаю, что они работают над политическим планом. Я думаю, что это растущее признание того, что у них нет военного потенциала для военного вмешательства. Сказал он. Я не знаю, есть ли у них какой-либо политический план. Я думаю, что они работают над политическим планом. Сэр, я думаю, что это растущее признание того, что у них нет военного потенциала для военного вмешательства. Если Соединенные Штаты и Франция не захотят играть, то есть вводить военные войска, то Африка не сможет направить военную мощь в Нигер. Мало того, давайте даже если Африка приобретет этот потенциал, в результате войны Африка будет разрушена. Это был бы конец Западной Африки. Это было бы просто разрушительно. Чтобы немцы поняли это, сэр, что в Западной Африке в Сахеле происходит крупный конфликт, который, вероятно, приведет к притоку десятков миллионов беженцев через Африку в Европу. И Германия, как и вся остальная Европа, столкнется с этой приливной волной человечности, отчаявшейся человечности, которая, как и вся остальная Европа, столкнется с этой приливной волной человечности, отчаянной человечности, которая может привести к катастрофе, сказал он. Это не так, я не верю, что Германия в состоянии справиться с этим в данный момент. Так что никто не хочет конфликта в Западной Африке, а это значит, что вам придется найти политическое решение. И, к сожалению, для Запада это означает, что политическое решение признает, что Запад не находится в упадке в Западной Африке на подъеме, а с африканским суверенитетом приходит способность африканских наций определять, с кем они хотят объединиться. И кажется, что все больше и больше африканских стран выбирают Россию вместо Запада. Мы также даем нашим зрителям возможность сформулировать вопросы к вам, Скотт. Среди множества передач было это, которое хорошо подходит для темы Западной Африки. Именно там мы видим, как Мали, а также Буркино-Фасо изгнали французских, немецких и американских солдат из своей страны, сказала она. Мы видим, как Мали, а также Буркино-Фасо высылают французских, немецких и американских солдат из своей страны. Ниггер, возможно, сделает то же самое. Наши зрители задаются вопросом, что было бы необходимо для того, чтобы американские солдаты были вынуждены покинуть Германию. Германия. Какое значение имеют военные базы для США? Существует ли вообще сценарий, при котором американские войска могли бы покинуть Германию? Я думаю, что пока Германия является членом НАТО, а Германия стремится быть лидером в НАТО, американские войска будут находиться на земле в Германии. Инвестиции, которые были сделаны с течением времени, с точки зрения военной инфраструктуры и просто исторических корней. Я имею в виду, что американские войска находятся в Германии с конца Второй мировой войны, и они глубоко связаны с общинами, в которых они проживают. Я думаю, потребовалось бы очень много усилий, чтобы вывести американцев, американских военных из Германии, и цена, которую Германия заплатила бы ЕГЭ, была бы огромной. Потому что если американские войска покинут Германию, это будет означать, что Америка полностью пересмотрела свои отношения с Германией. Это означает, что к Германии больше не будут относиться ни как другу, ни как союзнику. И я не знаю, понимают ли немцы, которые добиваются вывода американских войск с немецкой земли, каковы будут последствия этого. Я думаю, что лучшим подходом было бы вместо того, чтобы выселять американцев с их территории, стремиться работать с Соединенными Штатами, чтобы изменить агрессивную позицию, которую занимают американцы. Соединенные Штаты и НАТО потратили много времени, начиная с Украины. Это не дело НАТО находиться в Украине. Лучший способ минимизировать американское военное присутствие в Германии, это свести к минимуму необходимости в этом присутствии. Помните, что американские войска были сокращены до очень небольшого уровня в конце Холодной войны, продолжающееся сокращение. Но теперь из-за конфликта на Украине мы видим, как американские войска возвращаются в Европу. Но представьте себе сценарий, если украинского конфликта никогда не было, или представьте сценарий, если украинский конфликт может быть разрешен мирным путем. Я снова думаю, что вы могли бы увидеть, как американские войска начинают выводиться из Европы, чтобы свести к минимуму свое присутствие. Германия также должна быть осторожна, вы знаете, что произойдет, если Германия скажет нет американским войскам, а Польша скажет да. Тогда у нас возникнет ситуация, когда американские войска будут совсем рядом, и Германия, возможно, сможет сказать «Ха-ха, у нас нет никаких американских войск, войска на нашей СОБе. За это все равно придется заплатить цену, потому что вы являетесь частью организации НАТО, которая чрезмерно ограничена в своих силах», — сказала. «Полагаться на американские войска. Сейчас они как раз пересекают границу. И то, что Соединенные Штаты прекратят отправку грузов в Гамбург, а вместо этого отправят их в Донцик, прямо через границу означает то, что Соединенные Штаты прекратят отправку грузов в Гамбург и отправят их вместо этого в Донцик. Это то, чего хочет Германия для своего экономического благополучия? Я имею в виду, что это не похоже на то, что Германия преуспевает в экономическом плане. Поэтому, хотя я понимаю моральный императив сокращения американского милитаризма на европейской земле и тому подобное, «Я действительно думаю, что Германия в состоянии справиться с этим милитаризмом, работая с Соединенными Штатами вместо того, чтобы выселять Соединенные Штаты», — сказал он. Я думаю, что Германия в состоянии справиться с этим милитаризмом, работая с Соединенными Штатами вместо того, чтобы выселять Соединенные Штаты. Вы хотите сказать, что присутствие американских войск в Германии также является инструментом внешней политики Вашингтона? Используются ли они в качестве средства давления против интересов Германии? Конечно, но членство Германии в НАТО является этим рычагом. Это не присутствие американских войск. Это просто проявление того факта, что Германия давно передала свой аппарат национальной безопасности и внешней политике НАТО. Вы подчиняетесь НАТО. И там я снова поднимаю вопрос о роли Польши. Если Германия хочет влиять на американскую политику, Германии необходимо более решительно заявить о себе в рамках процесса НАТО. Но прямо сейчас Германия выполняет предложение Соединенных Штатов в рамках Объединенного Союза, как только это сделает Германия. Германия отправила танки Леопард. Германия отправила машины Мартер. Германия готовится отправить ракеты Торос. Ничто из этого не отвечает интересам Германии. Все это направлено на продвижение интересов американской национальной безопасности. И все же Германия делает это. Почему Германия не может научиться говорить нет? Почему Германия должна говорить до всему, чего от нее требуют Соединенные Штаты? Почему Шульц молчал, пока Джо Байден угрожал взорвать трубопровод Северный поток-2? Почему? Потому что Германия больше ничего не отстаивает. Германии нужно перестать искать оправдания, чтобы перестать обвинять Соединенные Штаты и начать действовать как суверенное государство. Встаньте, вырастите, мужайтесь и начните высказываться. Это не значит, что вы убегаете из НАТО. Это означает, что вы берете под свой контроль НАТО. Еще один вопрос, который волнует наших зрителей, это текущий военный потенциал США. Учитывая поражение в Афганистане и траты американского производства вооружений на поддержку Украины, способны ли США вообще сохранить свое военное присутствие в мире? Или им придется сосредоточиться на определенных приоритетных регионах? Восточная Европа, Ближний Восток, Тихий океан. Где в настоящее время США концентрируют свои основные силы? Соединенные Штаты в настоящее время имеют глобальное присутствие. Мы единственная нация в мире, которая имеет такое присутствие. У нас есть глобальное присутствие в Европе. У нас есть глобальное присутствие в Африке. У нас есть глобальное присутствие в Азии. И у нас есть глобальное присутствие на Ближнем Востоке. Проблема в том, что природа современной войны такова, что мы не можем просто предполагать, что символическая американская военная сила достигнет желаемого результата. Давайте рассмотрим Ближний Восток. Если бы Соединенные Штаты стремились начать войну против Ирана, это потребовало бы всего времени, необходимого для достижения желаемого результата. Военный потенциал Соединенных Штатов для победы над Ираном. Это означает, что Соединенные Штаты не смогут продолжать свою поддержку Украины в Европе, а Соединенные Штаты не смогут продолжать свою ведущую позицию в отношении Тайваня. Из-за европейского конфликта, из-за конфликта на Украине, Соединенные Штаты в настоящее время не могут рассматривать возможность конфликта с Китаем. Мы больше не можем вести две войны одновременно против сил равного уровня. Нам не хватает этой способности. Другая реальность заключается в том, что Соединенные Штаты со временем только слабеют. Не имеет значения, сколько денег мы тратим. Существует предел тому, что Соединенные Штаты могут сделать перед лицом мира, в котором наблюдается рост глобального военного потенциала. Поэтому я действительно думаю, что Соединенным Штатам придется пересмотреть свою глобальную позицию, либо путем активизации новых альянсов, таких как НАТО. Для создания структуры, подобной НАТО, в Тихом океане. Они до сих пор не смогли этого сделать ни из-за отношений Алкас с Австралией и Соединенным Королевством, ни из-за отношений, которые у них сложились с Индией, Японией и Австралией. Возможно, самый сильный альянс, который у нас есть в Тихом океане, это нынешний альянс, который у нас есть с Южной Кореей и Японией на Корейском полуострове. Но даже это невозможно, поскольку основано на представлении о способности Соединенных Штатов быстро усилить военные силы, которые в настоящее время существуют на юге. Корея с сотнями тысяч американских военнослужащих, которые больше недоступны, потому что мы так привержены Европе и у нас есть потенциал для конфликта с Китаем. Я действительно думаю, что вы увидите, как Соединенные Штаты пересмотрят свой подход, потому что, опять же, это не вопрос денег. Мы можем печатать деньги. Это вопрос национальной воли. В Соединенных Штатах в настоящее время имеет место кризис набора персонала. Все военные подразделения в Соединенных Штатах, за исключением Корпуса морской пехоты, не смогли достичь своих целей по набору персонала в прошлом году. Это потому, что военная служба непривлекательна. Вы знаете, у нас есть вопрос национальной воли. Мы видим, что крупные оборонные подрядчики не могут участвовать в реструктуризации, необходимой для обеспечения количества боеприпасов, необходимого для поддержания украинского конфликта, потому что цена неправильная. Они не зарабатывают достаточно денег. Я думаю, что Соединенные Штаты барахтаются, когда дело доходит до их национальной безопасности. И я думаю, что одна из причин заключается в том, что мы слишком долго принимали за чистую монету просто автоматическое предположение, что у нас самые мощные вооруженные силы в мире, и мы можем делать все, что захотим, сэр. И теперь, когда мир начинает отступать, мы снова возвращаемся к тому, что мы говорили об Украине, что сказал Шойгу. Эпоха господства Запада закончилась. Соединенные Штаты больше не являются автоматически доминирующей державой. Мы можем быть, и нам бросают вызов по всем направлениям страны, у которых есть технологии, которые не уступают нашим, а в некоторых случаях и превосходят наши. И у нас нет силы, необходимой для этого. Вы знаете, Вторая мировая война, чтобы добиться того, что мы сделали в глобальном масштабе, нам потребовалось 12 миллионов человек. Сегодня у нас гораздо меньше этого. И как показала война в Украине, современную войну нельзя вести по дешевке. Для этого потребуется задействовать сотни тысяч, если не миллионы военнослужащих. И у нас этого нет. Ни у кого этого нет, за исключением Китая, а теперь и России. Большое спасибо Богу за ваше время и ваши анализы. Мы с нетерпением ждем следующей недели.